На связи бывший министр национальных дел Андрей Козырев. Сейчас мы с ним поговорим, надеюсь. Здравствуйте. Первый вопрос, который хотим вам с Кирой задать, это вот в последние дни все обсуждают, скажем так, рукотворный кризис в российско-израильских отношениях. Слова действиями Лаврова, потом ответом еще и в социальных сетях, в официальном аккаунте МИДа, в Твиттере продолжает эскалация этого конфликта. Вот это все делается, на ваш взгляд, как опытного дипломата, осознанно? Это такая новая политика? Или это по глупости ляпнули и теперь пытаются хорошую мину при плохой погоде сохранить через социальные сети, все это обсмеивая? Я думаю, что это закономерный итог такого морального падения, и в том числе дипломатии. Потому что дипломатия, она, конечно, следует политической линии и следовать такой политической линии, которая уже давно вообще выходит за все рамки, даже еще до войны. А война, конечно, оказалась таким рубежом, который уже подвел черту. То есть даже те, кто закрывал глаза, кто не хотел видеть, увидели реальность. Я, между прочим, с первого дня призывал наших дипломатов вообще всех уйти в отставку, потому что дальнейшее их присутствие там, оно просто их дискредитирует и ставит в очень убогое такое морально тяжелое положение, чтобы они не думали. Они не могут не видеть, что происходит вокруг. Я всегда говорю о том, что есть часть населения у нас, которые смотрят телевизор, и, может быть, они действительно не знают вообще, что происходит. Но дипломаты, которые находятся за рубежом, они, конечно, смотрят и видят новости и газеты по всему миру и так далее, и они не могут сказать, что они не знают. Значит, они знают. Ну и Лавров, он раньше был не глупым человеком, он был у меня замом, и я его продвигал. И это был мой выбор. И я его потом, собственно, назначал в ООН представителем, потому что он был очень хорошим дипломатом и умным человеком. Но, видимо, понимаете, вот моральная деградация, она начинает постепенно, вот я смотрю еще на некоторых других людей, постепенно сказывается и на мозгах, как ни странно. Вроде бы умный человек, ну, хорошо, там стал, ну, извините за откровенность, просто подлецом, но все равно он остается умным. Нет, оказывается, вот это я не знаю. Я, конечно, не психолог, но, может быть, это известный феномен, но для меня это новость, что, оказывается, нет. То есть происходит и такая умственность. Вот про Америку мы заговорили. Вы ведь были послом России в США в 92-93, да, по-моему. То есть именно в тот период, когда, по мнению некоторых обозревателей и экспертов, Россия находилась под внешним управлением США. Как вы вообще относитесь к такой оценке начала Ельцинского управления? Лично я находился под внутренним управлением. Я был послом России, получал указания из Москвы. Вы получали указания, как козырь. А? От министра иностранных дел вы получали указания, да? Не всегда. Посол – это не только представитель МИДа, посол – это представитель государства. Поэтому был контакт с самим президентом, был контакт с другими государственными органами. Как вы знаете, посольство – сложный организм, так сказать. Так что выполнял я указания из Москвы. А какие указания получала Москва из Вашингтонского обкома, это вы расспросите других людей. Сейчас ведь много говорят, допустим, по поводу того, что Киев находится под внешним управлением. И сравнивают ситуацию на Украине с началом 90-х. Было что-то в этом? Или это все, с Вашей точки зрения, надумано? Я думаю, что ситуация была весьма сложная. В том числе и экономическая ситуация, и продовольственная ситуация. И, конечно, было много поводов для того, чтобы беседовать активно с американцами на тему о помощи различной и так далее. Была обстановка тяжелая после развала Союза, как в любой республике, так и в России. Это было объективно. Но я считаю, что в нашей внешней политике того времени была излишняя склонность к тому, чтобы в некоторых вопросах прислушиваться к американским правилам и к американским советам. Я не только это знаю, но я активно выступал против этого. В частности, у нас как раз постепенно испортились отношения с тогдашним министром иностранных дел Козыревым. Как раз по той причине, что я довольно открыто, что послу не свойственно. Я понимал, что это не свойственно. Стал выступать против того, что я называл инфантильным проамериканизмом в нашей политике. Интересная, наступательная со стороны моего оппонента. Толерантная с моей стороны. Мальчиков упомянули сразу как-то вопрос насчет школьных романов. Они были, помните? Школьные романы? Да, но были увлечения в школе какие-то. А что так поздно-то? Почему не с детского сада начать? Не, ну а что? Первые сильные чувства посетили меня там. В детском саду? Расскажите. Я не очень хорошо помню все обстоятельства, но помню, что какой-то такой был эмоциональный подъем. Да, было дело. В детском саду? Да. А у вас есть какой-то типаж мужской? Ну, то есть, я не знаю, коренастые блондины или рослые? Есть. Расскажите. Сочетание умного и доброго человека. Это мой основной типаж. А, то есть внешне? Внешних никаких... Ну, всегда приятно, когда человек занимается собой, в том числе и внешне. Но это точно не фактор, который определяет мое внимание к человеку. Вот сочетание человека умного, это понятие всеобъемлющее, это не вопрос только образования, или только интеллекта, или только эрудиция. Это вопрос действительно настоящего ума, который потом со временем приходит в какую-то мудрость. Для ума и доброты, действительно, такого доброго какого-то начала, для меня это какая-то завораживающая вещь. Когда все возможности, которые есть у человека, интеллектуальные, вообще все возможности, они еще вот в этой доброй ауре, в доброй оболочке и нацелены на добро и позитив, я считаю, что просто ничего нет сексуальнее. Ваш непосредственный начальник, министр, отвечает этим данным? У нас многие люди в министерстве отвечают этим данным, и мне в этом смысле очень повезло. У меня были, кстати говоря, вы абсолютно правы, возможно, вот этот образ, так сказать, идеал, он был задан в том числе и на работе, потому что мне повезло, у меня начальники были именно такими.